Время молодых. Так звучит название трехдневной конференции молодых музейных работников Приволжского федерального округа, которая стартовала 15 декабря на базе областного краеведческого музея. Несмотря на дистанционный формат участия, программа мероприятий насыщенная. Так или иначе, она приурочена к 125-летнему юбилею Ульяновского краеведческого музея имени Ивана Гончарова. За три дня работы пройдут четыре тематические секции. Мы поговорим о работе музеев в онлайн формате. Это в период пандемии, все, что у нас было и что мы реализовывали в этот момент. Мы поговорим о лучших волонтерских практиках на базе музеев. К участию в онлайн съезде присоединились 235 человек. Среди них молодые музейщики с Дальнего Востока и Хабаровского краевого музея, Урала и Северокавказского федерального округа. Ульяновский регион также представляют молодые специалисты областного краеведческого музея, а также ночной мэр Павел Андреев, который создаст итоговые кейсы по привлечению молодежи в музей. Наш Ульяновский областной краеведческий музей может сказать, что у нас больше половины коллектива – это молодежь. Но, к сожалению, не везде так. Поэтому мы эту тему и сделали такой вот основной – молодежь музея. Участие в съезде может принять любой желающий и заинтересованный в музейном деле человек. С насыщенной программой предлагается ознакомиться на официальном сайте мероприятия. В рамках открытия съезда поступают слова приветствия участникам от коллег из регионов. Музей просвещает, занимается этой деятельностью многие-многие годы. И надо отметить, что когда в стране даже происходили очень сложные социальные, политические процессы, и когда вся идеология государственности, она действительно остановилась, музеи продолжали работать. Напомню, онлайн-съезд молодых работников Приволжского федерального округа организован в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Антон Никонов, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ.